Девочка-пай Ян Ильман Есеф родился в 1932 году, 10 февраля, в местечке Вертюжан. Когда началась война, мне было 8,5 лет. В начале войны через несколько дней сказали эвакуироваться, потому что немцы на подходе. И мы переправились через Днестр, там Днестр протекает, в село Каменка. Оттуда отцу удалось позвонить в местечко Месковка, там, где жил его брат, мать отца, которую он не видел 30 лет. Дни братья, и две сестры его. И он приехал к нам, к Каменку. Ночью мы сели, у него своя подвода была, сели, чтобы поехать повидаться с бабушкой, забрать ее и дальше ехать. От немцев. Мы только приехали, и не успели повидаться, как слышали уже канонаду, все было уже. И мы только успели загрузиться, выехать за городом, навстречу уже шел немец. И мы вернулись обратно. Брат отца жил на окраине, местечко, там, с женой и три сына. Жена очень красивая была, и немцы, проходя, увидели, и ночью пришли, вытащили их из дома, и хотели ее изнасиловать. Он не дал, так их взяли, расстреляли прямо около дома. А дети там остались в доме. Еще один сын, самый младший, лежал еще, ему год был, лежал в коляске. Ночью один прибежал к нам, он узнал, где мы находимся, сказал отцу, и отец на следующий день пошел в комендатуру, и получил разрешение на похороны, похоронил их, и все. И они перешли к нам, и мы жили четыре года там, в местечке, окружили нас колючей проволокой, всех согнали в одну улицу, окружили колючей проволокой, и сказали, все, вы тут будете жить. Несмотря на это, через несколько дней был приказ всем евреям собраться и зайти, там костел был и большая площадь. В этот костел, потому что он был окружен каменной стеной, высотой 6 метров, стали приходить, и я тоже подошел. Смотрю, поднимаю голову, смотрю, наверху стоят пулеметы, и немцы уже там крутятся. Почти было заполнено уже. И вдруг проехала легковая машина, вышел генерал немецкий, посмотрел, дал указание прекратить, снять немедленно эти пулеметы, и всех распустить. Это, оказывается, это был переодетый партизан, этот начальник партизанского отряда, что он знал хорошо немецкий, и этим самым он нас спас. Прошла неделя, приехал карательный отряд СС, и стали выгонять всех на работу. Я был вместе с матерью, у меня еще младший братик. Мы были у бабушки там, и, значит, зашел немец, стал выгонять и бабушку, и мать, и всех. И он встал вот так вот на двери, раздвинул ноги. Я увидел, и между ногами пробежал, и спрятался, потому что за домом там были окопы сделаны для обороны, но они шли вот так, зигзагом. Так я в один угол встал, а не знаю, откуда взялся еще один старик, и недалеко от меня стоял. А этот немец его заметил и начал стрелять в нашу сторону. Счастье мое, что я был в угол, пролетели пули возле меня, а этого убили. И кончилось, они все ушли, я там посидел пару часов, когда успокоились, они ушли дальше, и я тогда вернулся домой. Четыре года мы были в гетто. Где-то ближе к зиме, снова приехал карательный отряд, и всех мужчин забрали отца моего и двух братьев, и увезли на Украину станцию Трехатка, чтобы они там работали. Их держали там в теплушках с охраной. Питание – это 100 грамм хлеба и стакан воды в день. Они получали, заставляли их ремонтировать железные дороги, которые были разбиты нашими. Так они там продержали полгода. Я остался один, я мать, младший брат и сестра. Так что я делал? Там за колючей проволокой была большая площадь, и каждые два дня базар собирали эти. Крестьяне приходили, там между собой торговали. Через колючую проволоку я пробрался, ведро воды, холодной, с кружкой ходил. И кому это самое, кто хочет пить, я давал. Они мне за это, кто давал? Несколько картошек, кто кусочек хлеба, кто овощи. Так я, значит, нацепил ту торбу такую, набирал, и хватало на 3-4 дня. После этого еще раз я делал так. Дальше, значит, стали после этого нас гнать уже зимой. Снег, мороз, гнать на поля, выкапывать свеклу, которую они сеяли, колхозники, посеяли для сахарных заводов. Так мы там целый день нас держали на морозе, так мы их выкапывали, вырывали руками их. И, конечно, костер разжигали, пекли это свеклу и кушали. Каждые 3-4 месяца нас собирали и хотели везти тоже, как других, по дорогам и там убивать постепенно, кто мог идти. Не идти, тут же убивали. Но как-то получалось, что там были пожилые мужчины, кто имел золото, кто имел кольца, это вот собирали и преподносили лаварю. И он нас оставлял, распускал домой. Вот так длилось несколько лет. Каждые полгода все хотели нас высылать оттуда, убрать. После освобождения значит мы прямо войска прошли, мы за ними шли, они шли вперед освобождали и мы шли значит с Минсковки до Вертюжана мы шли где-то дня 4-5 пока мы добрались до родины Вертюжаны. Пришли туда, там был лагерь, в котором уже местные там на краю жили молдаване. Они нам рассказали, что туда загнали 35 тысяч евреев. Из них когда освободили только 5 тысяч, остальных они убили. И стояла еще колючая проволока, все это вот, знаете, дело на нас это очень плохо действовало на нас. Ну, мне уже было тогда 13 лет. Ну, начали ходить и вышли на краю и там мы смотрим, земля вот так вот ходит. Полуживыми их закапывали. Со стороны матери было три сестры. Каждая сестры было по 5-6 детей. И дед, и бабушка. Дед был сам тоже родом из Украины. И они почему-то все с ними поехали. Попали в это село, еврейское местечко. Там их тоже окружили. Их всех собрали, вывели за городом расстреляли и закапывали. Как они узнали? Потому что один житель оттуда сбежал и приехал к нам в Месковку. И он рассказал, что вот таких-таких расстреляли. И потом родители пошли хоронить. Они увидели платочек знакомый. Это был их сын. Никто живых не осталось. Это 18 людей со стороны матери все уничтожены были. После войны я кончил школу. После школы я поступил в институт. Кончил строительный факультет. Начал работать. В Израиле мы вернулись в 1978 году. В марте месяце. И с тех пор мы живем на цирателите. Уже 35 лет прошло. Жена, двое детей, мать еще жила. И младший брат еще остался там, сестра, потом они приехали. и жила. И еще младший 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 Продолжение следует...